Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас неожиданно спонтанная рубрика под названием «Ржу не могу». Ее такой не было, но будет сегодня. Скажу, что обязательно мы специально третируем Татьяну Юрьевну, начальницу отдела паспорта, но, к сожалению, вся информационная повестка вот так совпадает. Мы не виноваты. Просто все информационные поводы она дает просто сама. Недавно на прошедшее заседание общественной палаты БМР Татьяна Юрьевна отчиталась о том, что в Балаково развивается и культивируется 75 видов спорта. Главный редактор Надежда Вячеславовна сделал запрос в администрацию и сегодня пришел ответ. Потому что сама цифра, я думаю, удивила не только нас, но и, наверное, всех жителей города Балаково, откуда у нас такие показатели, как 53% занимающихся жителей спортом и 75 видов спорта. Давайте я по порядку буду идти и как-то комментировать, потому что это все на лету. Значит, первым у нас идет авиамодельный спорт. Сейчас, я думаю, все авиамоделисты и RC-шники, кто занимается этой тематикой, в голос засмеются, потому что последний кружок авиамодельного спорта, который у нас и был в центре дополнительного образования, потом частично он на коммерческой основе перекочевал в бизнес-инкубатор в свое время, благополучно померли. И все авиамоделисты старые, кто этим занимался, уже нет и педагогов, они все разбежались, занимались все своими делами, но тем не менее активно сами продолжают в свободное время собираться, как бы, кружками и по интересам. Но это не значит, что у нас развивается и культивируется авиамодельный спорт. Его угробили просто на корню, его нет. Последний, если вот я данные знаю, был в Вольске, в ближайшем у нас районе, где собирались и проводили какие-то соревнования. Балакова, все, этого просто, авиамоделизм и вообще технический вид спорта, как станция юных техников, почила. Далее прям по порядку бежать быстро, с чем согласен, на том останавливаться не буду. Но надо учесть, что здесь в перечень включены все виды спорта, которые никак, наверное, к отделу по спорту вообще не относятся. В чем это выражается? Если вот, например, человек открыл где-то платную секцию или на своем, так сказать, добром сердце секцию для детей, например, вот там Айкидо идет, да, следующий. Это не значит, что активно в этом принимает отдел по спорту в культивации и развитии этого вида спорта. Вот под вторым номером идет Айкидо. Потом альпинизм. Потом армрестлинг. Кто-нибудь помнит у нас федерацию по армрестлингу? Насколько я помню, такие соревнования проводит Балаковская АЭС только. Далее, бадбинтон, баскетбол. Тоже с баскетболом как бы история. Если бы не Оранжевый Атом, это программа Балаковская АЭС. Я думаю, что никакого баскетбола бы в Балаково вообще бы не было. Биатлон есть такой. Бильярдный спорт, представляете? У нас, оказывается, есть секции бильярдного спорта, которым как-то относится отдел по спорту. Ну, наверное, вот крутой бильярдный клуб здесь в жилгородке. Наверное, его Татьяна Бережная культивирует, развивает. Бокс. Вот, бокс перечислен. Бокс. Боулинг. Представляете, боулинг у нас вид спорта есть. Кто-нибудь скажет, у нас вообще боулинг где-нибудь остался? Дорожка хоть одна целая. Велосипедный спорт. Велосипедный спорт. Уточню еще раз. Это просто люди по интересам собравшиеся, я так понимаю. И вот там, например, группы Активный Балаково. Все, кто хоть как-то причастен к велосипедным спорту. Воднолыжный спорт. Ну, согласен с этим. Воздухоплавательный спорт. Что бы это ни значило. Воздушно-силовая атлетика. То бишь, воркаут. Ну, воркаут у нас активно развивается на базе форума Восточное Боевое Единоборство. Это под 16 номером Восточное Боевое Единоборство. Если кто это знает, что это такое, вот, но мы не знаем, что это такое. Расшифруйте, пожалуйста. Далее, гандбол. У нас есть секции гандбола вообще? Или в Саратовской Федерации это какое-то отношение имеет к Балакову? Ведь разговор идет на территории Балаковского района. Активно развиваются 75 видов спорт. Есть ли у нас секции гандбола? Далее, поехали. Гиревой спорт. Ну, может где-то есть, не знаю. Горнолыжный спорт у нас активно развивается. У нас подъемник только не работает, а так горнолыжный спорт развивается. Дартс у нас есть. Дартс. Наверное, в Федерации Дартс у нас есть. Джиу-джитсу. Ну, это наверняка коммерческие организации. То есть, те, кто преподает данные боевые искусства. Дзюдо. Карате. Кикбоксик. Кёко-шинкай. Ну, кёко-шинкай. И вот, интересно, 26 номер. Компьютерный спорт. Я не знаю, просто и думали, наверное. Ну, хотели киберспорт, но не забыли это слово. Интересно, по каким дисциплинам? Дота, я не знаю, там, Контер-страйк. По каким дисциплинам у нас компьютерный спорт и как его поддерживает отдел по спорту? Наверное, 100-миллионный приз где-то в Китае проводится чемпионат при поддержке Балаковского отдела по спорту. Конный спорт, 27 номер. Ну, конный спорт, это, наверное, все так думают, что это Наталина, да? Наталинский конный клуб. Легкая атлетика, лыжные гонки, мотоциклетный спорт, странным образом объединен под все, что такое мотоциклетный спорт. Эндуро, мотокросс, спидвей или все это у нас, оказывается, есть. Настольный теннис, парашютный спорт, парашютный спорт. Алло, парашютисты, у кого хотя бы 8-10 прыжков есть, скажите, где вы прыгали в Досафе? Наверное, это Досаф просто, наличие самого Досафа предполагает, что у нас есть парашютный спорт. Ну, пусть где-то, наверное, прыгают с заброшек. Пауэрлифтинг, перетягивание каната у нас такой спорт есть. Знает кто-нибудь КМС по перетягиванию каната? Где у нас вообще секция по перетягиванию каната? Плавание, подводный спорт. Палеатлон. Палеатлон это, я так понимаю, какое-то многоборье, ведущее из Советского Союза еще, наверное, не пятиборье, а вот именно многоборье ГТО. Я где-то читал, вот оно, по-моему, в 92-м году было переорганизовано. Не знаю, где у нас есть палеатлон. Единственное, что знаю, есть много людей, увлекающихся гонками, гонкой героев, так называемый. И один у нас Перелыгин, фамилия у нас, он в Чечне завоевывал призы. Ну, насколько это к палеатлону относится, не знаю. Есть ли у нас где-то палеатлон. Но, тем не менее, в списке он есть. Практическая стрельба есть под 38-м номером. Прыжки в воду. С 40-м номером идет пулевая стрельба. Напишите в комментариях, кто где пулевой стрельбой занимается, пожалуйста. Пейнтбол. 41-й. Причем здесь я знаю, кто занимается пейнтболом. Ну, и все знают, наверное, да. Это Сергей Должиков. Вот и команда, и есть много людей, которые, наверное, выезжают на российские, международные какие-то ранние игры. По пейнтболу. Так же, как я раньше в свое время стрельболом занимался. Ну, как при этом отдел по спорту к этому относится или тяжело как-то сказать. Люди организовались, люди сделали. Но мы в список отчитаемся, внесем. Рукопашный бой. Рыболовный спорт. Вот тут мое сердце прям заплакало, честно говоря. Вы сами знаете, что мы являемся со своими друзьями организатором любительской фидерной лиги. И да, у нас есть мастера спорт, КМС по спорту. Но это не значит, что здесь у нас проводятся соревнования на регулярной основе от Саратовской Федерации. Он вообще рыболовный спорт, как таковой, приумер, скажем так. И если бы не любители, которые организовывали свои фестивали, так называемые, но они к спорту не относятся. Они ведутся по спортивным правилам, но все же это фестиваль, по большей части. И у людей даже нет возможности защитить свои статусы, там, кандидатов, мастера спорта по рыболовному спорту. Потому что мероприятие просто не проводится. Далее поехали. Самбо, синхронное плавание, скалолазание, скейтбординг, смешанное боевое единоборство, ММА. Ну, это все частные клубы, по большей части. Ну, не побольше, а точно. То есть, люди ходят ради физухи, люди ходят ради достижений. Но, я так понимаю, последние у нас какие-то соревнования, действительно, которые мощные проводились. Это, вот, все помнят, Монсон приезжал, это организовывал, значит, сейчас про авто. Ну, тогда это, по-моему, пантус был под его инициативой фитнес-лайфа. Делал с коммерческими мероприятиями, также на территории форума. Тем не менее, очень большое значение имел такое для любителей этого вида спорта. Чем отдел по спорту сейчас помогает ММА, я не знаю. Сноуборд. Сноуборд у нас очень хорошо развивается. Но это опять относимся к вопросу работы горнолыжного нашего склона. Как он у нас развивается. Спортивная акробатика, спортивная аэробика, спортивная борьба, спортивная гимнастика, спортивно-прикладное собаководство. Ребята, давайте гром в гол и в голосину просто посмеемся. Спортивно-прикладное собаководство. Я понимаю, что есть клубы и люди, которые выезжают действительно на выставки, показывают спортивные навыки своих питомцев, завоевывают какие-то награды. Опять-таки, причем здесь отдел по спорту и вообще администрация. У нас две площадки якобы зарегистрированы в городе. Одна это действительно работающая, но пусть она малая, в парке энергетика. И вторая вот там под шлюзовым мостом. Все. Какие у нас есть способы для собаководов, чтобы развивать спортивно-прикладное собаководство. Ну, бред вообще. Но в списке есть, мы отчитались. Спортивное ориентирование. Давно не слышал. В Астрахани когда-то занимался сам. Здесь не слышал. Есть ли у нас вообще спортивное ориентирование. Ну, пусть будет. Если я не слышал, это не значит, что этого нет. Спортивный туризм. Стендовая стрельба. Тоже не знаю, где у нас стендовая стрельба, честно. Стрельба из арбалета. Видели, да, где-нибудь у нас полигон? У нас вообще стрелковые клубы очень развитые. Там и пулевая же, я ранее читал. И теперь из арбалета можно там пострелять. И по тарелочкам. Тайский бокс. Танцевальный спорт. Теннис. Теннис тоже. Но если мы говорим о большом теннисе, да, все возможности есть. Корт и есть. В Береге был, по-моему, старый корт. А теперь на стадионе корт есть. Новый, построенный при поддержке Вячеслава Викторовича Володина. Но, тем не менее, насколько он развивается, ну, не знаю. Пусть люди напишут в комментариях. Я помню, что те тренера, которые организовывали эти, так сказать, сами тренировки, они либо отсюда уехали, либо забросили на это дело. Либо занимаются чисто индивидуальными какими-то занятиями. Пусть напишут в комментариях, насколько он развит у нас. Тэквондо. Тяжелая атлетика. Универсальный бой. Ушу. Это все. Ушу, вот точно. Частные секции. И вот на всех мероприятиях, по-моему, в ровеснике. Они находятся и выезжают отец, сын и выступают. Ну, и у них дети есть, конечно, занимаются. Ну, допустим, да. Фигурное катание на коньках. Ядрить-мандрить. Кто-нибудь видел у нас тренера по фигурному катанию когда-нибудь? У нас есть Ледовый дворец. Куча катков, которые Татьяна Юрьевна залила просто в этот год своими слезами. Но от фигурного катания я не припомню. Вот вообще никак. Фитнес-аэробика. Футбол. Хоккей. Художественная гимнастика. Шахматы. Шахматы. Помните, когда жестко зашло годы, наверное, четыре назад. О, давайте шахматы ведем во всех школах. Понакупили наборы. Все дети должны в обязательном порядке. В рамках уроков физкультуры или отдельной дисциплины заниматься шахматом. Где они? Секции. Даже проводились турниры. И у нас тут преподавал городсмейстер Никита Матинян. У него была целая в жилгородке, по-моему. Мы как-то репортаж даже снимали о том, что у него был клуб. И он там обучал шахматам. Где сейчас шахматы? Шашки вот тоже самое. Не слышно. Так, эстетическая гимнастика. К сожалению, не знаю, что это такое. Не буду спорить. Не знаю. Есть военно-прикладные. Просто военно-прикладные. Не написано. Виды спорта или что. Что это? Вроде этим занимается. Если занимается, насколько я знаю, зорница. И так это боевое братство занимается. Можно ли назвать это спортом? Не знаю. Я сам в лагерях детских был. И зорница была у нас там таким обязалом. Просто в рамках ОБЖ и так далее. И вот последний на 75 месте у нас стоит питанг. Питанг. Ну, ребят, сами знаете, занимались на базе Альбатроса. Сейчас, по-моему, в рамках там. Ну, это можно ли назвать это поддерживаемым видом спорта? И так же держится на плечах одного человека, которому понравилось. Он организовал площадку. Даже на городские мероприятия выезжал. Я к чему клоню. Все виды спорта я перечислил. Но еще забыл. Как бы забыл, наверное, администрации Татьяны Юрьевны упомянуть. А еще мы дрифт на площади администрации проводили. И зимой проводится дрифт. Вот в эту зиму ребята сами там на скиле своем все делают. Вот. В прошлые годы я в организаторах был. А что вы дрифт туда не записали? Он официальный вид спорта. Странно, да? А это, наверное, потому что на меня обижены. Я же говнюк. Зачем вписывать туда 7,6 вид спорта, да? Который плохой-плохой парень делает его. Ладно. Логика, я так понимаю, отдел спорта простая. Если у нас в городе, например, был бы, жил бы просто чемпион мира. Или там чемпион России по Формуле 1. То его бы записали в 78-й или там 45-й вид спорта. То есть логика какая. Если человек здесь чего-то добился в каком-то виде спорта и проживает физически на территории Балаковского района. Они берут это и записывают как в культивируемый вид спорта. Хотя никакого отношения и оказания поддержки они в этом плане не оказывают. Вот. Значит, прихожу я к выводу такому. По большей части занимается это все в отчетах. Бумагоморательством. Никакого. Поддержки спорта. Тем более, вот половину, что я перечислил, отдел по спорту и администрации, отдел по спорту и администрации, к ним не относятся. Так что не надо выдавать чужое за свое. Все. Всем пока. Свои комментарии пишите ниже. Субтитры сделал DimaTorzok.